Новые соглашения о сотрудничестве Беларуси и Китая подписаны сегодня. Встречи представителей власти и бизнес-структур обеих стран проходят в Пекине. Завтра там открывается второй форум международного сотрудничества «Пояс и путь». Пока же проходят многочисленные встречи. Минск и Пекин скрепили подписями намерения развивать отношения в сферах образования и медицины, а также заключили новые договоры, касающиеся работы индустриального парка «Великий камень». И это лишь часть фундамента, который стороны закладывают в преддверии рабочего визита нашего президента в Китай. Он начнется завтра. Итогом может стать подписание более 20 документов. Два крупнейших направления здесь есть. Первое это связано с тем, что порядка 90% железнодорожных перевозок по маршруту Китай-Европа проходит через Беларусь. Поэтому такое узкое горлышко шелкового пути. И второе направление это индустриальный парк, поскольку это крупнейший парк, который Китай строит. И он известен, он стал брендом уже самого шелкового пути. Поэтому это два направления торговли и инвестиций, в чем мы показали первые результаты за эти 6 лет существования инициативы «Пояс и путь». Александр Лукашенко в Пекине представит предложение белорусской стороны по развитию инициативы «Пояс и пути». Углубление сотрудничества на евразийском пространстве с акцентом на равноправной прозрачной системе международной торговли. В целом же визит президента Беларуси в Китай должен придать новый импульс двусторонним отношениям. Намерения более чем амбициозные. К 2025 году в 10 раз нарастить экспорт наших товаров на китайский рынок с полумиллиарда долларов до 5 миллиардов. Продолжение следует...